Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему это нужно? Почему это происходит? Есть, конечно, определенное количество людей, верующих, которым, в принципе, достаточно вот просто исповедания какого-то. Но основная масса людей пытается все-таки глубже вникнуть в то учение, которым она делится с внешним миром. И то, что называется апологетика, это на самом деле просто определенные такие вот постулаты веры, которые вырабатываются в каждом человеке в отдельности. И, конечно, вырабатываются в каждом отдельно взятом течении. Поэтому, хотим мы этого или нет, нам все равно приходится защищать свои границы, защищать свою территорию, защищать просто свое право быть теми, кем мы родились на эту землю. И поэтому, во-первых, с одной стороны, мессианский иудаизм это достаточно молодое течение в теологии. С другой стороны, мы знаем, что именно с этого начиналась вся вера, и поэтому мессианский иудаизм это то, с чего начинались апостолы и их преемники, последователи, те люди, которые распространили благую весть по всей планете. Дело в том, что наш народ 2000 лет не говорил на иврите, не говорил на своем языке. Конечно, этот язык сохранился в литургической жизни нашего народа, в синагогах. Но это не был язык, на котором бы учились дети в школе, получали образование, или чтобы мы общались каждый день. Сегодня нашему государству чуть более 60 лет, и именно в нас исполняются пророчества, о которых когда-то говорили Исайя и другие наши братья по вере. Я думаю, что в ближайшее время, а мы живем в последнее время, друзья, на территории мессианских общин должны подняться хорошие качественные теологи, которые сумеют объяснить нашу позицию, сумеют донести это, скажем так, с научно-теологической, может быть даже, позиции. И наступит день, наступит время, когда будет принято это по-настоящему, я верю. И иудеи примут нас как часть своего народа, как ту часть евреев, которые исповедуют веру в то, что Машех уже пришел. И если внимательно исследовать пророчества, в частности, книгу пророка Даниила, то в 9 главе даются очень ясные и четкие привязки ко времени. Машех должен умереть до того, как будет разрушен храм. И 2000 лет мы видим, что храма нет, это говорит о том, что Машех уже был, остается только понять, кто он. И я верю, что наступит день, когда иудеи просто будут воспринимать нас как часть своего народа, хотя бы, как минимум. И, в свою очередь, христианский лагерь тоже будет готов открыть свои сердца, открыть, скажем так, широко свои двери для общения. Вторая причина или второй фактор, о котором мы говорим, Машех, как я уже сказал, это сложное пространственное положение между молотом и наковальней. И, вы знаете, дорогие друзья, с одной стороны, может показаться эта позиция слабой и такой вот лишенной платформы между молотом и наковальней. Нас все время бьют, то одни, то другие. Но, с другой стороны, именно так рождается хороший клинок, когда сталь много раз куют, потом охлаждают, потом снова в огонь, потом снова куют. Таким образом оттачивается вот наша теология, оттачивается наше учение. И вот этот двойной, я бы сказал, абразив, с одной стороны, христиане, с другой стороны, иудеи. Вот на этом абразиве шлифуется и точится вот этот клинок, вот этот меч. И поэтому нам нужна именно такая апологетика, заточенная очень хорошо, для того, чтобы обрезать вот эти наносы, это язычество, которое поглощает все больше и больше настоящую веру. Это уже не выглядит, как какой-то такой материал, даже не материал, я бы сказал. Это не выглядит, как субстанция, которая растворяется в большом объеме. Наоборот, это уже как бы поглощает волна за волной истинные доктрины, истинное вероучение. И поэтому нужен, нужен вот этот меч, абаюдоострый, который снимет, срежет просто вот эти лишние наросты, которые не являются на самом деле истинным учением. И вот, казалось бы, в такой сложной ситуации мы видим это преимущество, поэтому мы хотим и будем находиться между молотом и наковальней. Пускай это будет испытание, пускай это будет непросто, но на самом деле мы не бросаем никому вызов. Мы просто хотим сказать со своей кафедры, со своей стороны, мы хотим сказать, друзья, мы здесь, мы живы, никто не умер, никуда не исчез наш народ. У нас есть очень-очень давние и древние традиции, и мы хотим возродить их, мы хотим оживить их, обновить их, наполнить их живой истинной верой нашего Спасителя, Ишуа Мессию. У каждого человека наступает время самоидентификации. Мы должны решить, кто мы. И находясь в теле Мессии, находясь внутри общины, мы тоже должны знать и понимать, кем мы являемся и кем мы не являемся, для того, чтобы хорошо знать свое предназначение. Есть еще одна причина, по которой стоит говорить о защите этого вероучения, у нашей апологетики. Поскольку мы живем в Израиле, и как все верующие люди, мы делимся, делимся этой благой вестью, мы должны правильно понимать и правильно видеть, каким образом можно говорить вот эту благую весть евреям. И даже религиозную. Я хочу сказать, что очень часто мне приходилось слышать очень такие вот тяжелые воспоминания о том, как люди проповедуют религиозным евреям. Не знаю, почему, но Господь дает мне такую благодать и такую вот возможность. У меня за многие годы не было, я не могу вспомнить, что был какой-то конфликт, но достаточно часто приходится говорить и общаться. И есть даже люди, с которыми уже не один год происходит общение на эти темы. И люди очень хорошо расположены. Я думаю, что путь к диалогу, установление контакта, понимание того, что чувствует еврейская душа, она лежит именно в той области, которую мы называем платформа или базовые какие-то понятия. Поэтому для того, чтобы говорить еврею о мессии, нужно, конечно же, приблизиться и вникнуть в тот фон, на котором живет еврей в Израиле. Чем он питается, чем питается его душа, какие источники, какие источники в большей степени подходят для того, чтобы можно было завязать диалог. Поэтому мы должны знать свои традиции, свою историю, свои праздники. Это то, что дал нам Бог. И вот в этом формате говорить о Ишуа, потому что все праздники и многие традиции внутри себя несут уже информацию о мессии. Нам остается только правильно подойти к этому вопросу. И в следующей части мы с вами продолжим говорить на эту тему. Это было вступление. Большое спасибо, что вы были с нами, дорогие друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. И увидимся мы с вами на следующем уроке. Шалом. Субтитры подогнал «Симон»